Секунду, секунду, я не включил, извини, я опять репризу про кроссовки, да. Пожалуйста, да, лимитированная версия. Nike Air, Nike Air. Ну и давай не будем делать рекламу, называется London. Из лимитированной версии. London, да? London. Я видел сегодня Георгия Черданцева. А где ты его видел, если он в Черкидово? На матче Локомотив Кривесоветов. Я приехал туда загодя, увидел Георгия Черданцева, поговорил с ним, поговорил еще о кучке. Это не твой стиль, Егор. Почему? Почему? Ты выбираешь более такие правильные матчи. Я не понимаю, почему ты не на Локомотив Крылья, а здесь. Ты же вчера здесь был, ты уже со всеми поговорил, ты спровоцировал Глеба, ты спровоцировал Самедова, ты спровоцировал Анопка. Ты всех провоцировал, тебе даже Глеб сказал, уберите его, вот этот провоцирует. Вот это политический вопрос. Александр, я не спрашивал его про политическую ситуацию в Беларуси, я понимаю, что мы еще возвращаться назад. Ну ты, кстати, можешь подрезать, когда он сказал, тут я с президентом не согласен, это можно подставить куда угодно. Ну знаешь, знаешь, как это. Ну это да, это такие журналисты. Ну Георгий Черданцев сказал, что он не атакует Валерия Карпина, а ты, как известно, сказал, что не будешь об этом говорить, но потом еще неоднократно сказал. Что я сказал? Что такое Ливан Горозия? Хороший вопрос. Мне сказали, что это рэпер. Рэпер, так. Мы с тобой подкованы. Да, что он под ником Элван. Элван, да. Я не слышал ни одной песни, вот только после того, как у нас такой батл произошел, я нашел в ютюбе хорошую песню. Все, все, все. Или ничего. Ну вот это хорошая песня. Ну и все, я как бы с ним никогда в жизни не встречался, никогда его не видел. И вообще даже не знал, что... Я знал, что он болельщик, я видел его не все на матч. Он был селебрити, приглашенный от матч на какую-то игру сборной, по-моему, когда играли в Лужниках. Вот играли с хорватами. Он давал комментарии, и все. Я подумал, ну вот, все в стилистике... По-моему, это был другой рейтер. Стилистике канала. Нет, Элван там, по-моему, был. Элван? Ну, по-моему, да. Но я говорю, я с ним никогда не общался. Я знаю, что он дружит, он локомотивский болельщик. Я знаю, что он дружит там с Тарасовым, со всеми локомотивскими ребятами. И все. Ну, то есть, я не знаю, кто ему мог сказать, что мне поступила команда ФАС. Но по-хорошему, вот давай так, у тебя более-менее адекватная аудитория. Да. Не знаю, все равно, может быть, будут хейтить. Что я такого сказал? Вот что я такого написал, чтобы попасть в когорту людей, которые мочат Валерия Георгиевича? Я написал, что игра ужасная, что просто катастрофа. Но последние 30 минут так и было с Кипром. Так. Так и было, все. Больше я ничего не написал. И все. И после этого твита все читают, что мне поступила команда, я не знаю, от кого. От кого? Кто мне мог позвонить? Что ты думаешь, мне Станислав Саламович мог сказать? А давай-ка ты будешь херачить сборную после моего ухода. Ну, бред же. Ну, елки-палки. Нет ни одного человека на канале, кто бы не поддерживал Карпина. Ни одного. Все с ним в хороших отношениях, даже черданцев. Георгий мне открылся. Он рассказал, как он ушел с той знаменитой встречи с Карпином, когда тот ему напихал. Да. Да. Был такой. И что? И что, ты думаешь, что он на протяжении... Ты думаешь, что он на протяжении четырех лет, когда он выходит каждую неделю в эфир, комментирует матчи, у него не было другой возможности замочить, захейтить Карпина, когда он будет четыре Ростова. Карпин не в топ-команде был. Да, ну, слушай, Карпин не в топ-команде был. Карпин за это время с Ростовом, его можно было просто замочить после Хайфы. С Хайфы же они играли, да? С командой из Израиля. С командой из Израиля, да. Можно было, ну, не знаю, если хочешь, там, сказать, ну, что ваш, там, не знаю, Валерий Карпин. Ну, этого ничего не было. Я не знаю, вот эта аудитория Валера Веров, которая появилась, они мне предъявляют, и огромное количество мне хейта опять прилетело, и много сообщений пишут. Перестаньте гнобить сборную, перестаньте ее критиковать. Покажите мне, где я критиковал сборную. И говорят, почему вы не делали это раньше с Черчесовым? Черчесовым почему не делали? Почему Георгий? Да потому что у вас память короткая, у тебя, у этих людей. Я никогда Черчесову игру не поддерживал. Там были, может быть, матчи, когда действительно, ну, там, на соплях выжимали, мне там какую-то выдержку дали на игру с Казахстаном. Когда забили еле-еле в Калининграде, играли, забил Фернандес со штрафного. Но сборная уже там три года работала, и в той ситуации, в отборочном цикле, действительно нужна была победа. И еле-еле ее вымучили. И мне там какой-то скрин прислали, что вот я тогда сказал, что главная победа. Я и сейчас считаю, что главная победа. Семь очков – это хороший результат. Но опять, по визуальным впечатлениям, я кроме того, что игра – катастрофа, ничего не написал. И когда говорят, что там не хейтили Черчесова, после Сербии хейтили. Блядь, никто этого не помнит. После Финляндии на чемпионате Европы, я сказал, что так сборная вообще играть не должна. Ну вот так не играть дома на чемпионате Европы. Я уже не вспоминал матч с Бельгией, но на чемпионате Европы с Финляндии, забив один мяч в первом тайме, сесть в оборону, отдать мяч Финляндии, все говорили об этом, включая меня. И вот эти сейчас предъявы, которые представляют, что же вы, Стасика, так не глушили, не гнобили. Это люди, которые вообще далеки от футбола. Либо у них короткая память, либо инерционное мышление, либо… Опять, я завожусь на эту тему. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Это великолепен, когда так. Я абсолютно искренне здесь говорю. И футбол Черчесова мне не нравился. Но я понимаю, что в тех условиях, в которых была сборная, и при том наборе, который сейчас мы видим игроков, он не сильно изменился. Тот футбол, который бить на Дзюбу, и чтобы он сбрасывал мячи, он был самый логичный. Он был самый логичный, потому что сейчас Карпин моментально, в короткий срок, за одну тренировку, как он признается, пытается переделать сборную под вот эту агрессивную современную модель, когда нужен результат. Окей, это сейчас у нас Мальта и Кипр были. Ты имеешь в виду, что нам на Бутку довольно много слов океисловили, если мы будем играть в такой футбол? Ну, просто к этому футболу сборная была не готова. Поэтому, наверное, неудивительно, что ничего не получалось. Он говорит там про физподготовку, там просачивается и прочее, о том, что футболисты толстенькие, в красной зоне, что там и про... Тебе же Гуцать рассказал, в красной зоне Джики. Ты устал рассказывать, рассказывать, что тебе можно такое Гуцать рассказывать? То есть в красной зоне, в красной зоне там много у нас футболистов толстеньких. Да, но просто до этого, видимо, на красную зону никто не обращал внимания, а теперь Валерий Георгиевич обращает. Кушали тортики, кушали сладенькое, кушали хинкали, кушали хинкали. В качестве восстановления, я имею в виду, в качестве восстановления. Серьезно, давай, давай, как бы... Хинкали, у тебя есть информация по хинкали? У меня нет информации по хинкали, но как бы Джики, я бы не сказал, что Джики был до этого очень худым игроком. Или худым футболистом. Может быть, сейчас Кармен пришел, удивился, сказал, что по уровню мастерства к Джике вообще нет никаких вопросов. Ну, он просто смотрит и думает, ну, слушай, чувак, ну, наверное, как бы с таким весом и с таким ростом, ну, тебе будет тяжеловато пылить в моей команде. Ты был лучше сегодня. Серьезно, и вчера. Андрей Воронин. Как судили, Андрей? Главное, чтобы завтра выиграть. Как судили, Андрей? Вот так, видишь? Отлично, правильно. Не поддавайтесь, Андрей, на вот эти провокации. Да. Ну, и чего? Вот, и если у Карпина есть этот бзик, он сам худой, он сам может есть все, что угодно, и у него ни грамма лишнего веса. У него в Ростове это было, у него в Спартаке это было, и многие на этом как бы горели, и у Дзюба там эта история была. Поэтому он главный тренер. Можно тобой оценить машину, Андрей Воронин? А это клубная машина. Клубная? Не очень-то у тебя покруче. Это какая? Шевроле, да? Ну, он съездил к Андрею в Одессу. Шевроле. Да, и посмотри, какая у него там машина. А какая там? Я не знаю, какая, но явно покруче, чем эта. Клубная машина абсолютно нормально. Клубная машина достаточно скромная, да? Ну, у тебя даже такой нет, насколько она скромная. Ну, сколько она стоит? Миллион рублей? Да какую ты что? Ну, сколько она вот стоит? Три с половиной четыре. Три с половиной миллиона рублей? Да, даже больше. Да. У него номера еще, смотри, петербургские. А я не знаю, почему. 198 – это Петербург. А почему? Чтоб ты знал. Я не знал, он, наверное, на базу поехал. Так. Он поехал на базу, потому что завтра игра у них. Да, я знаю, с Нижнев Новгородом, да. Ну, и что мы теперь говорим? Что у нас футболисты с лишним весом, они не готовы так прессинговать. Ну, Джики – это последний игрок, который должен так прессинговать. Нет, я просто не понимаю, почему на Джики это все окрысились? Да никто не окрысился. Тебе рассказал об этом Роман Гуцайт? Нет, я сам догадался. Он не произнес ни одной фамилии Гуцайт. Он просто сказал, что есть футболисты, которые по составу на Мальту, вы можете понять, что те, кто устали, и те, кто, ну, так скажем, испытывает проблему. Ну, смотрим, Джики нет. Да. Есть Осипенко. Ну, и мы как бы сделаем вывод, что есть, наверное, проблема у Георгия. Ну, и учитывая, что Джики у нас всегда перед глазами, и мы знаем, что у него есть проблема с лишним весом. А это кто за мужчина? Это глава футболмании. А футболмании? А что такое футболмания? Ну, ладно, вы не продажали. Это игровочный центр, который как бы... Это не очень-то, не очень-то, да. Вот, поэтому он, ну, трудно было догадаться относительно Георгия. И опять, давай мы сборную... Давай мы закроем как бы тем вот... Подожди, сборная горячие глаза. Горящие глаза. Вот Георгий мне сегодня говорил о том, что он не видел горячих глаз. Я не совсем понимаю, что такое горячие глаза. Что там, должно быть какое-то, там, светочка какой-то, или что? Вот что такое? Он не увидел горячих глаз. Ну, не увидел, спрошу у него. Я все это видел, я увидел. Я поговорил с ним 9 минут, а потом он мне говорит, я еще хочу договорить. А я говорю, я поехал на футбол. Давай так, я скажу, может быть, не в стилистике черданцев относительно горящих, не горящих глаз. Меня смутило и удивило абсолютно другое. Когда Карпин говорит, что игроки устали, и когда батарейки у них сели после 60 минуты, я просто смотрю на тех, кто вышел на замену. Жамалединов, который не играл в первом матче, он вышел во втором тайме в матче с Кипром. Вышел Мирнчука, перевели направо, он там что-то, ну, так скажем, подергался еще немножечко, вышел, вместо него Бакаев. В опорную зону вышел Кузяев. Вместо, там уже на последнюю минуту, вместо Смолова вышел Тюкавин. У тебя 4 игрока новых, ты еще не сделаешь еще одну замену, 5-ю, хотя мог бы этого сделать. Хотя мог бы это сделать. И у вас совсем не держится мяч, совсем против Кипра, у которого один тур позади. И вот это меня смутило, что наши лучшие игроки, в каком бы они состоянии не были, жара, не жара, жара то же самое и для этих игроков, что чисто технически, я смотрю, Кипр с мячом работает лучше, и наши связки, 3 игрока-локомотива, давай Мирнчука так отнесем тоже к локомотиву, 3 игрока-локомотива впереди, о каких спайках, взаимодействиях надо говорить. Они друг друга, Жамалединов, Смолов и Мирнчук прекрасно знают, под ними Баринов. Он сыграл там полтора матча, да, ну так скажем, матч против Хорватии, и еще Тайм отыгрался на тот момент, Тайм отыгрался Кипром. У тебя 4 игрока, Кузяев, который может мяч поддержать, у тебя Ерохин, который может мяч поддержать, вообще не держится. Следующий матч смотрим с Мальтой, это вообще звездец. Я ни слова не сказал, я написал, только там молчу, потому что у меня вот все кипит. Я понимаю, что Гуцайт мне говорит, они 15 раз отобрали мяч на чужой половинник. Класс, класс. И я говорю, если у нас план заключается в том, чтобы заставить соперника ошибиться и забивать вот такие мячи, как Смолов, это здорово. Но, хорошо, когда мы мяч отбираем, мы должны этим мячом как-то управлять, потому что мы его отобрали, а дальше 2-3 передачи мы сделать не можем. И наши все лидеры команды, они не могут вложить мяч в ногу, они не могут сделать точную передачу на ход, они не могут прямо вот... И это вопрос к Карпину. Вот меня спрашивают, когда говорят, что вы мочите Карпина. Это вопрос к игрокам. Это вопрос к игрокам, которые элементарных вещей. Я не про себя не говорю, который там играл на уровне 2-го дивизиона. Пусть это будут там диваны, эксперты, кто это может говорить. Ты это можешь говорить, да, хоть тоже там в футбол не играл. Но ты же видишь своими глазами, я 20 лет после того, как закончил карьеру, уже комментирую футбол, ну или там 15, да, и я перевидал кучу футбола, разного. Я комментировал 2 финала Лиги Чемпионов, Чемпионат мира, Чемпионат Европы. Я как бы завоевал и заслужил право высказаться на эту тему, что могут, что не могут футболисты, даже на сравнении с другими. И как бы вы будете меня еще, не знаю, аудитория лишать этой возможности. Я включаю матч Франция-Украина, у них нету ни Малиновского, ни Зинченко, двух ведущих игроков. И они с французами, вот когда черданцы говорят про горячие глаза, ну они вообще выжигают каждый участок. При том, что у них новый тренер. И хорошо он пришел на багаж, ладно, Андрея Шевченко. Как говорят, не сравнивайте. Вот может быть Валера настроит команду так, что она заиграет блестяще в дальнейшем. Мы все умоемся и, скажем, верим, все зашибись. Но вот здесь и сейчас, в сентябрьских матчах, то, что я увидел, в исполнении лучших игроков против 176-й команды в рейтинге FIFA, против Мальты и против Кипра, ну это ни в какие ворот не лезет. Раньше, в хорошие времена, это сбор, вот она, сборная легенд, вот эти Титовы, Оленичевы, там, не знаю, Погребники и Игнашевичи, они бы просто Мальту не выпустили за середину поля. Просто не выпустили за середину поля. А здесь они бьют с линии вратарской, могут забить, там, привозят мяч в пустые ворота, не попадает, чувак. Кипр наносит 15 ударов. Кость, ну, все-таки... Я не в претензии. Та сборная Кипру проиграла тоже 0-1. И все у нее очень хорошо закончилось. Кто? Ну, 0-1 проиграли же Кипру, когда играл мостовой и Карпин. 0-1. 1-1, ты уверен? Да. Когда мостовой в самом конце бил в дальний угол и промазал. 1-1. Ну, по-моему, был 1-1, да. В 97-м году я просто смотрел к матчу с Кипром статистику. Единственный раз сыграли в ничью 1-1. Что ты думаешь про лимит на легионеров и новую вот эту вот программу Питера чемпионата? Про программу Питера чемпионата категорически против. Потому что я за реформы, но вот то, что предлагает Питер, ну, просто вообще ни в какие ворота не лезет. И я не вижу здесь вообще спортивной составляющей целостной. Потому что, а, давай вот перечислять. Первый круг играется, или там гладкий чемпионат играется в 24 тура. Разбивается все на четверки. Уже теряется спортивная составляющая, когда из одной корзины, из одной четверки ты не играешь условно, там, например, с Нижним Новгородом, а играешь с Тулой. И играешь внутри своей четверки уже там два раза, каждый с каждым. Там условно Зенит в первой корзине, например, со Спартаком. Дальше, когда они разбиваются, эти команды на 10-16, и не забывай, что в наших погодных условиях мы максимум можем сыграть 18-16. 10-6. 10-6, да. Не забывай, что мы можем сыграть 19 туров максимум. Вот как это было. Потом у тебя трехмесячная подготовка, потом ты в феврале выходишь, у тебя еще 5 туров надо доиграть. А у тебя трансферное окно уже закрыто. И ты как бы думаешь, а ты в какой, в десятке окажешься или в шестерке? И тут как бы логично, там у тебя какая-то есть суперзвезда, и ты думаешь, ее сейчас продавать или нет. Ты поборешься за Лигу Чемпионов, или тебе вообще похер, ты какое-то место займешь, 10-12. И еще один момент. Дальше они разбиваются на 6-10 по весне, после 24-го тура. Эти 6 снова играют друг с другом два круга. И получается у нас 4 матча Спартак-Зенит, Спартак-ЦСК, ЦСК-Спартак. Я считаю, что в одном сезоне это очень много. Очень. От этого можно быстро захлебнуться и задохнуться. Вот эти два матча, которые есть, их ждут, их отмечают в календаре, к ним готовятся. Это круто. А здесь по весне, когда у тебя два матча уже до этого были, у тебя еще два матча будут по весне, но это очень много. С телевизионной точки зрения, с точки зрения рейтинга, может быть интересно, первый год окей. На следующий год, ты скажешь, блин, ну они вот играли еще 4 матча, ну как бы они уже друг от друга устали. И мы от этого тоже устанем. Вот это теряется, мне кажется. И еще один момент. Те 10 команд, которые выходят в весну, они играют один круг. 9 туров. И хрен поймешь, кто на выезде, кто дома. И они тоже скажут, это тоже начнется свара. А почему эти на выезде, а почему мы дома? А почему наоборот, мы сейчас на выезде играем, а эти дома? И вот здесь не прийти к этому согласию. И еще момент, который меня просто возмутил. Ты, значит, в мясо, ни в коем случае, как бы никого не обижаю, по весне, попадая в первую шестерку, начинаешь рубиться за место в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, за место в Еврокубках. Так, условный, так скажем, ну давай так возьмем, условный Динамо попадает в первую шестерку, занимает четвертое место, играя по два раза с Зенитом, со Спартаком, с ЦСКА, с Локомотивом, просто выжимая из себя максимум, занимая четвертое место, ты уже заслужил место в Еврокубках. И тебе по этому Юпитеру говорят, слушай, давай-ка еще два стыковых матча с седьмой командой, которая сыграла в один круг, сыграла с Нижним, с Арсеналом, с Крыльями и там еще с кем-то, тебе надо вот еще с ними два стыковых матча сыграть за то, чтобы попасть в Еврокубки. Ребят, я только что 10 туров отыграл со всеми топами, я заслужил это четвертое место. А ему говорят, нет, давайте по регламенту вы еще с седьмой командой сыграете два матча. Нет, знаешь, для красоты картинки, наверное, окей, чтобы там условно Динамо еще сыграло с Ростовом два матча. Ну, я этого не понимаю, и поэтому, мне кажется, придумывать вот этот формат в наших условиях, тем более с нашими перелетами, переездами, ну, это слишком. Мы и так без сил, как выясняется, да, он в наш чемпионат абсолютно не интенсивный, а мы хотим еще сами себя просто весной выжечь по максимуму, чтобы положить вот так язык. Нет, Кость, я тогда не совсем понимаю, за какие-то реформы. Я за реформы, когда, например, есть гладкий чемпионат, а потом плей-офф, например, для команд, которые играют внутри, как, например, в Сегунде. Да, вот там первые две команды выходят, с третьего по шестое играют плей-офф за еще одну путевку наверх. Вот это окей, вот это окей. Там третье, четвертое ты занял. Ну, ладно, если уж вы хотите такие матчи плей-офф сделать, ну, сделайте так. Если уж мы два года последние не играем в стыки, ну, вам в стыке уже как бы реформа, и уже это избавило немного от болота. И опять, мне кажется, в наших условиях, когда у нас пусть 16 команд, когда мы хотим больше зрелищности, больше денег, больше болельщиков, но искусственно делать вот еще четыре матча, еще два матча добавлять. Это хорошо для Федуна, это хорошо, может быть, для Зенита, там по 65 тысяч придут. Искусственно вот эту интригу создавать и здесь искусственно зарабатывать, мне не кажется, что это... Лимит, ваше мнение, лимит. Тем более не забываем, что у нас кубок с этой реформой, еще хрен поймешь вообще, как там, кто куда выходит. Лимит. Я имел несколько разговоров на эту тему с разными людьми, и я, наверное, я категорически против лимита. В конкурентной среде, пожалуйста, доказывайте. Не докажете? Ну, хорошо, вот перед вами весь мир. Мы сейчас не страна, там, третьего, восемнадцатого мира, чтобы нас никуда не пускали. Пожалуйста, докажите. И условно, там, Башкиров едет почему-то в Польшу играть, да, он хочет. Или там вот я сейчас посмотрел для парня дагестанского, который играет на пафосе в греческом, кипрском клубе. Он сказал, говорит, я сюда приехал, у меня здесь больше вариантов, будет себя показать, и прямая дорога у меня потом в Италию через два года. Я себе вот это отмерил. И почему-то вот он может поехать, а другие не могут. И говорят, что вот сейчас чемпионат России настолько стал непривлекателен для легионеров, что кажется, что поедут вообще. Знаете, вот сейчас команда фас, да надо. И говорят, давайте, легионеры, вы все сюда сейчас, пожалуйста, приезжайте за сто тысяч, за двести тысяч. Кто эта команда? Вам что сейчас? У некоторых команд даже сейчас, может быть, квоты не забиты. Что, вы сейчас этот везете, шлак? И вы считаете, что если у вас будет больше денег, соответственно, вы имеете больше возможности привозить игроков? Вопрос к менеджменту. Вопрос к менеджерам, к скаутам. Кого вы везете? Зачем вы везете? Спартак. Кого вы везете? Хенрикс, блядь, Кафрие. Зачем? И говорят, что вот с отменой лимита вот такой шлак и поедет. Но это вопрос к Спартаку. Если вы хотите переплачивать, если Федону делать нечего, и деньги платить, они с лимитом едут сейчас. Ну, а даже хорошо сейчас ограничено. Ограничено. Смотри, что делает Рубин. Беги, Чиевтич, уже мимо. Да, да. Таких они не будут отправлять. У них будет таких человек 15. Да, но при этом условный. Я не понимаю, чем Митсуки Сайта сильнее, чем Леон Мусаев? Ничем. Ну, поэтому он не в заявке, Леон Мусаев в заявке. Может быть, сейчас полная отмена лимита это действительно не лучший вариант. Не лучше. Надо думать. Мне кажется, лимит это вообще там седьмой пункт, пятый пункт в том, как должен развиваться чемпионат России. Хорошо, сделайте 10, 15, 12, 13 или там 12, 17. Если условный зенит, имея возможности, конкурируя в Европе, он хочет еще себе там если сделают 10, 15, 12 легионеров, за двух легионеров, окей, заплатите. Ну, серьезные деньги. Пусть эти деньги там будут. Тогда зенит не будет за 4 туры, а выходить в Лигу чемпионов заплатить за Лигу чемпионов. Ну, Сереж, если уж искать... Можно дойти до абсурда. Можно дойти. А что, вот сейчас не абсурд? Все, что происходит, это есть ощущение какой-то вот абсурдности. Ну, реально. Мы с тобой встретились на Кубке Легенд. В это время играет Локомотив Локомотив с крыльями. В это время играет Первая Лига, Спартак 2, куда я бы тоже хотел сходить. Три одновременно. Три одновременно события. И до вечера еще торпеда будет играть. Сейчас Зенит будет играть с Ахматом, сейчас Спартак с Химками. Не-не-не, это не Москва, Кость. Это не Москва. Будет вечером Спартак с Химками, торпеда сегодня играет. Ну, как вот это планируется все? Слушай, ну, вот, знаешь, это не я сижу. Вот тебе Рома Широков правильно сказал, да? Дети выходят играть, а там 5 замен разрешено. А еще 2 сидят и плачут, что они тренируются, не могут сыграть. Ну, кто вот это, блин, придумал? Ну, правда. С некоторыми Ромиными посылами можно не соглашаться и где-то там их оспаривать. Но вот здесь он абсолютно прав. Здесь он абсолютно прав. Поэтому, Сереж, я не в РФС и как бы не мне принимать эти глобальные решения. Я считаю, что лимит в какой-то момент может быть будет отменен. Может быть сейчас, чтобы после заявлений Владимира Владимировича понятно, никто полностью отмену лимита не примет. Но сделать ее 10-15, я не очень понимаю, почему Олимпиада тут всплыла. Ну, не очень понимаю. Потому что, если посмотреть на наше выступление на больших турнирах и как мы играем в Еврокубках, и когда говорят, что к нам не поедут сильные генереры, они не поедут не потому, что там или там приходится переплачивать. Они не поедут не потому, что не хотят или, я не знаю, хотят максимально выбить, а потому, что они смотрят на чемпионат, смотрят на команды, которые играют в Еврокубках. И так смотрят, за последние 2 года агент скажет, слушай, ну там пытаются навалить, много денег. Он говорит, давай их по максимуму раскрутим и типа в 3 раза больше получим. Он говорит, ну а если в 2 дают? Он говорит, ну а куда ехать? Вот они за 30 матчей в Еврокубках выиграли 1. А куда ехать? В Краснодар? Ну и в Краснодар еще надо уболтать человека, поехать, потому что из Краснодара еще надо лететь через Москву. Ну то есть такие, знаешь, нюансы, которые, нет ощущения, что даже с полной отменой лимита они хлынут сюда. Ну нет, вот, ну вот, хоть убей меня. Я говорю, я этого не понимаю. Как будто поступят команды, давайте 17 легионеров пригласим и 8 россиян включим заявку и они не будут играть. Но 8 будет обязательно, а остальные будут отталкиваться от иностранцев. Ты же понимаешь, Серега. Ну я понимаю, ну никто не заставляет. Мы будем селаться, как у нас в баскете. Ты знаешь, в баскете какой лимит? Я знаю. 6 плюс 6. Да. Две олимпиады пропустили, но я хочу смотреть олимпиады в баскетболе. Да, когда говорят, что... Кость, ну мы же наши болельщики вообще не понимают, что такое олимпиада в футболе. Конечно, не понимают. Ну многие родились после 88-го года, они вообще не понимают. Ну почему? Как бы мух от котлет будем отделять, да? Кто переплачивает? Переплачивает, мы видим, вот сейчас Локомотив, который взял просто двух игроков в СССР. 7 за Бородишнили, Кость. И красная цена 2-3. В ЛУшем, слушай, за 2. 5 за Тихмезиана. Это сейчас подрангника сделано. Федун переплачивает, когда который сделает Зобнину контракт на 3,5 или там Соболеву на 2. Ну они не стоят этих денег. Ну не стоят. Зачем Федун это делает? Это вопрос к Спартаку, а не вопрос к российскому футболу. Ну если у Федуна, я не знаю, там акции подпрыгнули, он в день заработал, я не знаю, там лишние 300 миллионов, подумал, ну почему мне сейчас не продлить с этого Соболева? Ну давайте накинем ему еще миллион. Чего? Ну это Спартак так делает. ЦСКА не будет переплачивать. Динамо, как я вижу, не будет переплачивать. Они взяли, мне кажется, очень грамотно, хоть и переплатили за Макарова, но они взяли его, потому что вот есть Шварц, который сказал, вот этого парня мы его потом продадим. Умеет обыгрывать, смелый, наглый. Куда они его подадут? А? Куда они его подадут? Я думаю, что в какую-нибудь Германию они его точно засунут. Вот увидишь. Привет, Юр. Хорошо. Спасибо тебе большое. Все, я могу бежать?